Приветствую вас. Как мне показалось, исходя из вашего вопроса, вы не очень хорошо понимаете, как работает психолог. То есть работа психолога состоит из анализа, в первую очередь. Анализ – это очень значительная и большая часть того, что делают специалисты нашей области, анализируют. Соответственно, вы нам для анализа практически никакой информации о себе не предоставили. Абсолютно. Как вы понимаете, именно проблема. В чем проблема? Ваша, конкретно ваша проблема в чем? Вы просто говорите о каких-то своих моментах, о каких-то своих неудачах, о том, что вам не нравится, о том, что вы хотели бы. Но при этом не описываете ситуацию целиком. Почему так получилось? Почему у вас возникла такая ситуация, при которой стали возможны те события, те негативные аспекты, которые сейчас в вашей жизни имеют место быть? Понимаете? Вот вы говорите, помогите разобраться в себе и обрести здоровую любовь и уважение к самой себе. Помогите разобраться в себе. Вещь ли вы? Ну хорошо. А разобраться в чем? В чем вы не можете разобраться? Как правило, как правило, человек не может разобраться в собственных мотивах, в собственных желаниях, в собственных целях. в собственных потребностях, в собственных переживаниях, в чувствах и так далее. То есть человек что-то чувствует, вот какие-то эмоции у него есть, да, какие-то чувства у человека есть, чувства есть, и интерпретация этих чувств тоже есть, но она неправильная, интерпретация чувств неверная, интерпретация чувств деструктивная, интерпретация чувств, ну, соответственно, не объективная, и из-за этого происходит сбой в поведении. То есть, смотрите, какая штука. Вы, грубо говоря, испытываете какие-то ощущения, ощущения для всех одинаковые, ну, то есть, для вас, для меня, там и так далее, да, ощущения, они одинаковые, в принципе, для каждого, но ощущения порождают разные чувства. И что эти чувства означают, с чем они связаны, а связаны они, как правило, с прошлым опытом, с первым своим ярким проявлением, да, например, человек, допустим, боится, ну, зубного врача, да, ну, такой пример, а человек боится зубного врача, допустим, боится зубного врача, но не понимает, почему, да, то есть, вот, страх у него. Значит, начинаем анализировать, что происходит, то есть, почему человек боится зубного врача, что человек для начала чувствует вообще. Человек говорит, я чувствую там, что, допустим, ну, моё тело, да, оно сжимается, ну, например, например, моё тело сжимается, то есть, я чувствую, как я сжимаюсь. Когда, задаём мы вопрос, вы начали сжиматься, когда вы, ну, вот, впервые испытывали это чувство, чувство сжатия, вот, начинаем вспоминать, так сказать, ассоциировать. И да, вот, приходим к каким-то ситуациям, да, к каким-то моментам приходим к каким-то, значит, интересным эпизодам в жизни, которые повлияли на человека, которые стали основой для его, знаете, да, текущего опыта, вот. То есть, чувство, это называется чувственный интеллект, эмоциональный интеллект. Далее. Обрести здоровую любовь и уважение к самой себе. Здоровая любовь. Вот, здоровая любовь к самой себе. Это что? Вот, здоровая любовь. Это что? Здоровая любовь к самой себе, это когда я, ну, например, люблю и уважаю, например, только себя, да. Ну, вот, только себя люблю, только себя уважаю, а без, там, например, допустим, ущерба без ущерба другим людям. То есть, другие люди никак не страдают и не вовлечены вот в мою любовь и уважение к себе. То есть, к другим людям не относится моя задача любить себя. К другим людям не относится мое стремление уважать себя. Грубо говоря, через других людей я не пытаюсь это реализовать. Если вы говорите, что у вас любовь к себе нездоровая, да, то, соответственно, я делаю вывод, что вы вовлекаете в этот процесс других людей. Ну, по логике, по логике вещей. Вы вовлекаете в этот процесс других людей. Вот давайте мы с вами подумаем. А зачем? Зачем вам, да, другие люди? Для чего они вам? Зачем? Какую роль они играют, выполняют в вашей жизни? Какую роль вы им отводите сами, самостоятельно? Понимаете, в чем дело? Далее вы говорите про уважение. Понимаете, какая штука? Любить себя, любить, значит принимать. В полностью принимать. Если я себя люблю, я себя принимаю. Целиком. Такой, какая я есть. Ну, например. Например. И как бы вот, понимаете, в чем дело? Что нельзя любить себя, не уважая при этом. Ну и уважать себя, не любя при этом, тоже нельзя. А что в начале? Любовь или уважение? В начале любовь. В начале, конечно же, любовь. Потому что в начале человек себя принимает, а потом человек уже себя уважает. Таким, каким он себя принимает. Не наоборот. Ни в коем случае не наоборот. Наоборот. Наоборот, ситуация, ну, не работает. Не работает. Не работает. Наоборот. Дальше. Вы пишите, научиться ценить себя. И там дальше. Выстраивать отношения. Значит, научиться ценить себя. Это означает чувствовать себя какой? Ну, наверное, чувствовать себя значимым. Я так думаю. Чтобы чувствовать себя значимым, вам нужно вначале себя полюбить. Чтобы полюбить себя. Чтобы принять свои чувства. Да? И перестать отвергать наличие у себя уже каких-либо качеств. То есть, все, что у вас есть. Все качества, что у вас есть. Все, что у вас имеется. Все это достойно уважения и любви. Но! В свою очередь, все это невозможно, если вы не чувствуете себя для безопасности. Если вы не чувствуете определенности. А если ваша определенность, ваша безопасность зависит только от, ну, знаете, например, только от других людей. Если это так, то ни о каких здоровых отношениях с другими речны идут. Нельзя выстраивать здоровые отношения с людьми, если вы от этих людей зависит. Понимаете, в чем дело? Нельзя. Это невозможно. Поэтому сперва безопасность. Личные границы. Выстраивание личных границ. Личных границ. Своих. А уже потом. Все остальное. Понимаете, какая штука происходит? И только тогда, когда у вас все это будет, когда вы простроите свои личные границы. Когда вы будете чувствовать себя значимой. Когда вы будете принимать свои чувства. И принимать чувства других людей. Вот тогда вы сможете взаимодействовать с другими людьми на равных. И соответственно иметь с ними адекватные отношения. Соответственно иметь с ними качественные отношения. Ну вот те самые здоровые, о которых вы говорите. Те самые. Вот. Понимаете? И правда в том, до тех пор пока не будет понятно, а более предметно и более конкретно, что именно у вас не так. Чего вам не хватает. Какая у вас вторичная выгода. От того, что вы вот. Ну. От того, как вы живете. Откуда и кем закреплено ваше поведение. Вам нельзя помочь. Потому что ваш запрос, который вы даете. Это довольно серьезный запрос. На довольно серьезную работу. На регулярную работу. Потому что это, ну вы же так жили. Вы жили так. Какое-то время. Явно время не маленькое. Явно время довольно продолжительное. Вот. И, соответственно, с этим нужно работать. Поэтому вот ваш вопрос, который вы задаете, да. Без сути, без конкретики, без деталей. А просто какой-то запрос. Ну. Вы знаете, Анастасия. Я бы хотел, чтобы вы вот сказали, как вы видите помощь вам. То есть, как помочь. Как вы хотели бы, чтобы мы вам помогли. Вот я вам, например, рассказал о том, что нужно, чтобы разобраться в себе. Что нужно, чтобы обрести здоровую любовь и уважение к самой себе. Да. Ну и вы сможете сами это сделать? Сможете сами реализовать этот момент самостоятельно? Если сможете, пожалуйста. Но, скорее всего, нет. Потому что здоровой любви к себе и уважения к себе у вас нет. А значит, родители вам ее не воспитали. Их не воспитали. А если родители вам это не воспитали, понимаете, если родители вам этого не дали, то у вас заложены неверные установки, которые вы сами, вот сами самостоятельно даже не осознаете. Это только путем совместной работы вы будете видеть. Вы будете видеть, ну, деструктивные триггеры в поведении. И их как-то изменять, их регулировать. Понимаете? Вот так. Я понимаю, что, скорее всего, это, наверное, не тот ответ, который вы хотели бы услышать. Ну, потому что формат вашего слова. Вопрос, он именно такой, да? Ну, именно такой формат, что помогите мне. Но, тем не менее, хотя бы направление вам дало, а там уже вы сами решите, как лучше это направление реализовать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.